«Человек на все сто» – последнее шоу Netflix, основанное на книге 1998 года. Сериал был во многом сосредоточен на стремлении одного человека к выживанию, но наличие токсичности в его жизни привело его к этой ситуации. Центральные персонажи сосредоточены на одержимости, восхищении и трансформации, и после шести эпизодов есть неожиданная комедийная концовка. Несмотря на отсутствие счастливого конца, в финале случился один момент радости. Итак, давайте не будем ждать дольше и приступим к видео. Вот объяснение концовки «Человека на все сто». Чтобы вы знали, этот ролик будет содержать спойлеры. Одним из лучших моментов в этом шоу было развитие персонажа Реймонда. Чарли называл его «малышом-жуком», словно рыба прилипала. Сидел на спине акулы. Это было с ним всегда в шоу. С возможным сворачиванием Крокера за долг в один миллиард банку-планер он наслаждался. Мог не только оскоплять Крокера, но и быть отвечающим. Реймонд чувствовал ненависть, но восхищался Крокером. Статус, богатство, власть он не имел, но отдал бы все-все, что хотел Реймонд, ясно после чего он начал встречаться с бывшей женой Чарли, Мартой, и основал Big Red Dog LLC, куда можно вложить ее средства, не теряя, когда банк прикончит Чарли. Кроме того, он также заработал бы на этом неплохие деньги, а это означает, что он мог бы получить богатство, о котором всегда мечтал. Он лично был заинтересован в том, чтобы убить Чарли, помимо того, чтобы просто выполнять свою работу. Он был опустошен, когда понял, что президент Пленерсбанк заключил сделку с Уэсом, чтобы заставить банк отступить от Крокера, это было в том случае, если Крокер раскроет преступление оппозиция мэра Уэса в публичной среде. Опять же, это было связано с навязчивой идеей, которую он имел к нему. Он всегда считал себя как неудачник, потому что это было то, что говорили окружающие. Но Сон изменил свое собственное мышление. Это было что-то, что, как он чувствовал, действительно изменилось, и он вырос больше уверенности. Тем не менее, в заключительные моменты, когда Чарли заходит к Реймонду и Марте, они близки друг с другом, Реймонд был в конечном итоге убит Чарли, когда у него были руки его шея, и суставы были заблокированы, как это произошло ранее в сериале. Но в то же время Крокер получил сердечный приступ, что означало, что Реймонд все-таки выиграл. Он не зверг Чарли, которого больше всех хотел победить, но это стоило ему жизни. Был ли путь искупления у Чарли Крокера? Сложно сказать, был ли у него истинный путь искупления. Он был человеком, движимым стремлением к власти. У него не было морали. Он был сосредоточен только на выживании на верхушке и сохранении приобретенных позиций власти. С банком на хвосте, на грани потери всего, что у него было, он нарушил все принципы, чтобы продержаться. Один из способов – сделка с Уэсом. Он раскрыл преступления соперника, чтобы отвезти банк. Это было связано с влиянием и связями, которыми обладали мэрия и город. С банком и тем, что они позволили банку удерживать деньги, значило, что это в их лучшем интересе сделать счастливым мэра. Это также показало уровень коррупции среди всех. И не только Крокер, но и мэр, президент банка и многие другие, о ком мы даже не узнали. Это показало, что властные люди не всегда откровенны и искренни. Это также показывалось в тоне Уэса к поддержке. Внезапно менялся, когда он говорил своему персоналу. Но о Крокере я не думаю, что его решение скрыть правду о Беговиче – это искупление. Конечно, он хотел, чтобы его сын был горд, и чтобы отношения изменились. Но это могло бы заставить его сына обидеть. Но я не считаю это искупление. Я бы считал это, возможно, началом пути, которым он мог бы идти. Однако умер он, борясь за то, что его так тревожило. Деньги и власть. Путешествие Роджера и Конрада. Это удивило часть истории, больше интересующая меня, чем основная часть шоу. Видя, как Конрад был несправедливо обращен полицией и судом. А Роджер, не будучи адвокатом по уголовным делам, вступил в уголовный мир и увидел бесправие с чернокожими путь, по которому прошел Роджер, погрузившись в этот мир и видя из первых рук то, что произошло. Удивил самого Роджера, как видно из его выражения лица и ответов, которые он давал, когда имел дело с судьей. Что расстраивало? Во время просмотра казалось, что Конрад в тюрьме, что заставляло возникать проблему за проблемой, и обстановка ухудшалась не по его вине. Но это осветило темное путешествие, которое может произойти в реальности, если попасть в ловушку. Делаешь все для выживания, но в итоге за малое преступление проведешь долгое время за стенами, а потом попадаешь в вихрь, где сложно найти выход. К счастью для Конрада, Роджер указал на несправедливости, светящие на Конрада, но в реальности много людей, как Конрад, попадают в этот цикл. Мой обзор сериала, честно, сериал был приятным для просмотра, но дальше я бы не пошел. В шести эпизодах сериал был вполне удобоварим, но я бы не сказал, что в нем было что-то особенное. Все это казалось на масштабе малого, что обидно. Мне полюбилась история Конрада, его продвижение по тюрьме, но рассказ не кончался на этом. Отрезок Конрада более о демонстрации расизма в полиции и судебной системе. К тому же шла речь о Роджере, созревающем как личность, осознающем оттесненную проблему. О том, что он принял это и боролся за перемены. Что до актерской игры, я думал, что все актеры отлично справились, если честно. Я бы сказал, что моим любимым исполнением было выступление Тома Пелфри в роли Реймонда. Мне казалось, что он идеально передал навязчивость и этот странный конфликт, желание стать тем, кого презирал. Иногда его мысли были сложными для понимания, и увидеть его истинное желание не всегда было легко. Но когда я видел его персонаж на экране, это работало удивительно хорошо. Он не хотел быть мелким насекомым, каким его видел Крокер. Он хотел быть большой красной собакой. Джефф Дэниелс также был великолепен в роли Чарли Крокера. Мне казалось, что он полностью контролировал экран, когда он был на нем, и по мере того, как серии шли, стал виден его плавное падение как личности, как и скатывается вниз начальная заставка. Заставка представляла его, его мировоззрение, его империю, и когда ее больше не стало, и Чарли исчез. Финал был неожиданным. Я не предполагал, что Реймонд и Крокер окажутся мертвыми таким образом. Но в этом было что-то поэтичное. Чарли провел все последние годы своей жизни, пытаясь избежать старости и уважения. И Реймонд потратил все шоу, пытаясь убить Чарли, потому что он – это было именно то, что было для него важнее всего. Так что тот факт, что Реймонд победил Чарли в буквальном смысле, и Чарли поддался его плохое самочувствие, это показало, что стресс предыдущих 10 дней в конечном итоге был для ничего, потому что в конце концов он умер. Он умер после того, как сделал единственную хорошую вещь, которую мы видели, не поделившись историей, которой Джойс не хотела, чтобы он делился. Так что это как бы показало, когда вы умираете, все это не имеет значения, и эта концовка как бы передала это. Одним из лучших моментов в сериале был момент, когда Роджер излагал судье свои доводы о товарище и о том, почему он должен быть освобожден из тюрьмы. Этот спор был наполнен такой страстью, эмоциями, и он имел сходство с реальным миром, так что это было что-то, что произвело реальное воздействие. Я был удивлен тем, что судья так быстро изменил свое мнение, поскольку до этого он был непреклонен в своем решении, которое постоянно принимал на протяжении всего шоу. Но это было то, что дало момент счастья в финале, чего было немного на протяжении сериала. Так что порекомендую ли я «Человека в падении». Думаю, стоит посмотреть, но считаю, что он довольно средний. Его достаточно, чтобы удержать на крючке. Но темп довольно медленный. Идет несколько разных историй. Одни интереснее других, но учитывая, что всего шесть серий, его легко пройти. Вот и все. «Человек в падении». Объяснение финала. Если хотите увидеть больше видео с анализом последних телесериалов и фильмов, тогда кликните по карточке в верхнем углу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!